Турция. Средиземное побережье. Любимое место отдыха россиян. Только этим летом там отдохнули почти 2 миллиона наших туристов. Доступные цены, хороший сервис. И, конечно, это был семейный отдых. Только Турция могла похвастаться, категории «Все включено» и разнообразные программы аниматоров. Сейчас турецкий курорт под запретом. Ростуризм рекомендовал отказаться от поездок в эту республику. Эти направления уже исчезли в Пегас-туристике и в Коралл-тревеле. Турагенты даже боятся подсчитывать убытки. А они будут. Конечно, это отрицательно скажется на туристических агентствах. После падения самолета на Синайском полуострове были предложения от туроператоров перевести все туры в Турцию. У меня были такие люди, которым предлагали лететь в Турцию. Но в связи со сложившейся ситуацией, нестабильной, я рекомендовала им оставить деньги на депозите. И у нас в данный момент сейчас у туристов лежат деньги на депозите у туроператора, которыми они смогут воспользоваться в течение года. Только вот этих денег вряд ли хватит. На Испанию, Грецию, Италию, Индию, Вьетнам или Кубу. Остается наш российский курорт. Сочи, Анапа, Крым. Не всеми любимый из-за отсутствия сервиса и высоких цен. Приубедить нас пытается Лилия Мухаммед-Галеева, руководитель турагентства. Этим летом она объездила все побережье Черного моря. Представитель турбизнеса говорит, что там тоже можно хорошо отдохнуть за небольшие деньги. Время познавать Россию, говорит Лилия. Цены у нас разные. Если брать только проживание в отеле, допустим, в Красной Поляне на одного человека на семь ночей, у нас цены где-то от 15 тысяч. Этот проезд можно будет взять поездом, самолетом или же взять уже готовый тур, где все включено. Получается, что сейчас многие туристические агентства будут вынуждены развивать новые направления. К примеру, уже предлагают тоже Красное море, но в Иордании. Цена тура на двоих с вылетом из Казани с проживанием в четырех звездах составит порядка 80 тысяч рублей. Однако сейчас нигде не безопасно. Парижский теракт тому подтверждение. Сегодня мы спросили нижнекамцев, где они будут отдыхать. Ну, Турцию запретили, потому что, я считаю, небезопасно. Там тоже сейчас, в данное время. Поэтому подстригается, что не было терактов. В деревнях у себя вообще, где еще отдыхать. Я не знаю, я туда как бы не летал и мне как-то бороться. Смотрю, у России, наверное, катковый доход. Кто-то может тебе позволить берег Анапы, а кто-то и другие страны. Мы вообще-то всегда отдыхали в Абхазии, когда у меня дети маленькие были. Наверное, опять туда поедем, в Адлер. Мне там очень понравилось. Хорошо отдыхать. Есть куда ехать. Ну, то есть, к тем же людям, к которым всегда ездили. Но в Турцию, в Египет, наверное, пока не поедем. Мы там уже были, все повидали. Поэтому пока в связи с этими событиями, наверное, воздержимся. В Крым будем ездить. Куда же еще? Ну, дешевле, конечно, в Турцию. Вот я два раза летала и мне очень нравилось. Дешево. После уничтожения российского истребителя, выполнявшего боевое задание на территории Сирии, на Турции, как на одном из бизнес-партнеров России, может быть поставлен крест. Об этом сегодня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Отметим, что тесные партнерские отношения с Турцией есть и у Нижнекамска. Нашим городом-побративом является Мерсин. В мэрии эту ситуацию пока не комментируют. Кроме того, в Нижнекамске на строительстве промышленных объектов задействовано около 3000 турков. Некоторых из них мы сегодня спросили, что они думают по этому поводу. Опрос проводили в социальных сетях. Я знаю из телевизора. Надеюсь, что не будет большей проблемы. Турция не виновата. Десять раз сделали предупреждение о нарушении границы. Они сделали движение. Турция тут ни при чем. Я думаю, что между двумя странами нет никаких проблем. Это международная ситуация. Вообще, я без понятия, что там произошло. Надеюсь, что это дело рук террористов. Но если это турецкая армия, то, боюсь, дружеские отношения будут потеряны. С другой стороны, возможно, сработали войска противовоздушной обороны. Ведь если чужой истребитель пересек границу, они имеют полное право его уничтожить. В целом, конечно, жаль, что теперь между Россией и Турцией будут натянутые отношения. И кто-то этому очень рад. Что касается компенсации тем, кто уже забронировал туры в Турцию, деньги должны выплатить в стопроцентном размере, сообщает Ростуризм. Но, как говорят сами турагенты, сделать это можно будет только через суд. К слову, туристы, отменившие поездку в Египет, пока не получили ни копейки. Турагенты лишь кормят обещаниями. Тут все понятно. Если начнутся реальные выплаты, многие крупные туроператоры обанкротятся. Не нужен мне берег Турецкий, и Африка мне не нужна. В этой ситуации остается вспомнить только слова известной советской песни. А вот где будут отдыхать россияне следующим летом, станет известно уже ближе к февралю-марту. А там, глядишь, и на наших курортах потеплеет. Алсу Юматова Максим Липин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.